70 выпуск, 70 фидбук, невероятно! В 70 раз будем смотреть ваши работы, которые вы присылаете на посмотреть, чтобы мы все вместе классно провели время, поэтому не будем тянуть, наливайте пельмехи, засыпайте чаек и вперед! Всем привет, чуть не забыл, конечно же, всем привет, 70, невероятно, обалдеть! Первый до нас дозвонилась Екатерина с рецептами, посмотреть главную и услышать критику по сочетанию шрифтов. Хорошо, сейчас посмотрим, главное даже с адаптивами. Ну класс! Ну класс! Есть все, кроме меню. Не в плане меню на завтрак у нас гамбургер, на обед тоже гамбургер и на ужин тоже гамбургер. Нет, меню, где гамбургер? Где сам гамбургер? Когда мы нажимаем, должно же меню появиться, а оно не показано. Например, сделали копию и удалили все. Вот это все лишнее поудаляли, потом всю страницу уменьшили, например, вот сюда. Я обычно это все дело обзываю элемент меню мобайл. Есть лайфхак. Во-первых, вот здесь вот удаляем верхнюю и нижнюю, делаем Ctrl D, вот это Ctrl E и поворачиваем вот так. Это значит мы развернули меню. А теперь, собственно, сам лайфхак. Так как мы уже все показали, значит мы это все можем заблокировать. Сколько тут всяких разных фреймов, групп. Так, значит нам надо показать меню, но есть лайфхак. Сделать его шириной 320 пикселей. И тогда его не придется показывать на 320 макете, ведь он будет точно такого размера. 320. Нам надо же показать, а какая будет непрозрачность у этого меню. Какого цвета оно будет, черного контрастного или белого, или может вообще вот такого рыжего. Ну и, собственно, потом показать сами пункты меню. Забираем AutoLayout класс. AutoLayout в этом плане, конечно, балдежно. Мы поставили и просто нажали вот сюда вниз, на задний план. Это у нас будет TXT, а все вместе это будет меню. Например, вот так вот. Или можно вообще бахнуть по центру. Тут уже субъективщину включаем. По центру и тогда по центру. Или наоборот по правой стороне. Но я, например, вообще не сторонник правостороннего движения у текста. Поэтому, конечно же, я бы поставил, как было с левой стороны. Это все, конечно же, надо показывать верстальчику обязательно. И в целом твой хедер, он какой-то здоровенный. Очень большой. 110 пикселей. Это практически в два раза больше, чем 60. А 60 в самый раз. Поэтому делаем 60. Вот. Нам не нужен огромный хедер. Если у тебя логотип такой пухленький, пухляш, то, конечно же, и вот это надо было бы сделать каким-нибудь вот таким. Плюс, видишь, у тебя острые углы, а здесь закругление. Значит, чего нужно сделать? Правильно. Раунд врубить. И, конечно, сделать какое-нибудь красивое число. Например, 40 по ширине. И чтобы все три отступа были одинаковыми. Вот как-то так. Вот. Теперь все сочетается. Не надо 110. Это очень много. А тут же по большому счету ничего нет. Просто логотип, который к тому же еще и дублируется. Зачем в два раза одно и то же. И гамбургер, собственно. Вот. Теперь хорошо. Меню показали. А это меню. Это же меню тоже надо адаптивить. То есть верстальщик же понятия не имеет. Как ты там решила все это дело сворачивать? Недавно делал сайт практически с таким же меню. На тысячном просто убираем одну колонку. На 768-м оставляем две колонки. А на 480-м происходит вообще перестроение. У нас вот это вот все сворачивается в своеобразные аккордеоны. Только не по Y, а по X. Если мы вот сюда нажали, мы вваливаемся во второй уровень. У нас есть вариант, как вернуться в первый уровень. И все это надо, конечно же, показывать верстальщику. Такие дела. Так что адаптив ты не до адаптивила. Вопросики будут, конечно. Потом вот эти вот рамки. Огромные такие рамки. Они только отвлекают. Плюс они верстальщика смогут запутать. Ведь можно подумать, что это идея дизайна. Я когда-то делал дизайн вот этого проекта Tony Guy. И у меня была идея в том, чтобы была рамка внутри макета. Как бы мы не уменьшали окно браузера, у нас всегда будут 20-ти пиксельные полоски. Только, по-моему, в адаптивах они потом убирают. Да, в адаптивах уже никаких полосок нету, потому что место не резиновое. А на компах запросто вот эти полоски это часть дизайна. Это не просто граница фрейма, а именно часть дизайна. В моем случае она очень круто дополняла толщину линий и все вместе клево смотрелось. И в принципе даже заголовки со всем этим пересекались, поэтому смотрелось одним целым. А вот у тебя смотрится ли одним целым? Вот большой вопрос, смотрится ли одним целым такая черная рамка. Тебе вообще не нужна эта рамка. Если ты решила просто показать границу, так вот, все, мы так видим, где заканчивается один фрейм, где начинается второй. Лучше не путать людей. Это кто-нибудь возьмет, так и сверстает. Просто вот эту границу по бокам. Зачем? Вот и все. Лучше бы ты меню за адаптивила, честное слово. Вот и все, мы видим, где что заканчивается. 100%. И тут давай уже для коллекции уберем. Ховер надо показать, что делать. Или подчеркивание появится, или цвет поменяется. Если он поменяется, то на какой? Верстальчик может загрустить. У нас тут всего два цвета, черный и рыжий. И что тогда делать? Черный на рыжий, а рыжий на черный? Вот надо ему показать. Возможно, какой-то новый оттенок добавится. Или просто подчеркивание. Если подчеркивание, то как далеко, какой толщины, какая непрозрачность. Это все, конечно же, надо показывать. А что это? Добавить макароны в кастрюлю? Или что это? Подкрутить температуру у кастрюли? Не очень понятно, что это за иконка. А это, судя по всему, фейворит. И, кстати, вот эта иконка прям балдежная. Обычно здесь или звезда, или сердечко, любимые мои. А у тебя же все-таки рецепты. Рецепты это книжки, записульки. То, конечно же, вот эта вот закладка, она прям идеально подходит. В этом плане ты вообще молочина. Тут какая-то штуковина висит. И как будто бы ощущение, что верстальчик как-то немного накосячил. Даже если мы вот это наберем, уже будет чуть-чуть лучше. Чуть-чуть, да, не читается заголовок, но он у нас дублируется сверху. А значит, зачем нам? Лучше сделать вот это вот покрупнее как-нибудь и сделать более заметным. Подобрать какой-нибудь такой фон, чтобы у нас не рябил он где-нибудь по центру. Пусть у нас сбоку по краям будут какие-то элементы, но в центре будет какой-то около однотонный фон. Тогда все будет читаться. И сковородку можно поставить, например, справа. Это же все-таки как кнопка. У нас-то тут и так есть текст, мы уже понимаем, что это поиск. А справа бы кнопочка не помешала. Сковородку развернули и нажали. Очень много груд. Очень грубо. Нашли банан. Ну ты, конечно, тут психанул, психанул. Что верстальчики, конечно, в твоем огороде рыться не будут. У них там есть своя панелька прекрасная, в которой все прекрасно, все аккуратно, все хорошо. Сюда даже заглядывать не буду, чтобы не расстраиваться. Тебе же самой должно быть как-то комфортно тут находиться. Фон я бы поменял. Давай попробуем быстренько найти какой-нибудь фон. Что у нас там? Фуд. Так и пишем. Какой-нибудь около однотонный фон. Вот, смотри, чтобы вот такой вот было где-то в центре. Даже если мы вот это впендюрим сюда, уже есть место, где разгуляться. Да, конечно, очень большая. Но мы уже можем поставить заголовок, сделать его контрастным. Значит, вот это по левому краю, вот это вот, например. А где твой стиль? А где стиль? Как ты будешь рыжий цвет менять на оранжевый? Когда заказчик скажет, мне не нравится рыжий, хочу оранжевый. Вот, смотри, как сразу все стало читаться. Это онлайн-сборник рецептов на любой вкус. И тут такая вот кнопуля какая-нибудь со сковородкой. Вот, уже, видишь, уже как хорошо видно. Ну, конечно, крупновато. Надо сделать поменьше. Или можно просто саму картинку уменьшить, а фон дорисовать. Вот, смотри, делаем вот такое вот. Потом это мы оборачиваем, например, во фрейме. А, уже во фрейме. Вообще прекрасно. Значит, у фрейма нужно просто взять фон вот такой, включить этот фон, чтобы видно было. И все, и пустить у картинки градиент точно таким фоном. Забираем этот фон. И теперь просто поворачиваем там, где граница картинки, изображения. Где-нибудь вот так. Эй, не в ту сторону повернул. Во, наоборот надо было. Вот у нас теперь здесь плавный переход. Уже ничто, ничему не мешает. Кстати, поиску можно было бы и обводку добавить на всякий случай, чтобы уже точно было видно. А по-хорошему, поиск вообще лучше поставить в хедере. И хедер сделать липким, чтобы он всегда был на экране. Где бы мы ни находились, у нас всегда будет навигация, кастрюля с макаронами и поиск. Будет очень удобно. А сюда лучше, например, кнопку какую-нибудь перейти в каталог. Или почитать, или выбрать рецепт. Какой-нибудь призыв к действию, чтобы мы перешли отсюда куда-нибудь. И чем-нибудь полезным занялись. Когда фотография мешает тексту, ты пытаешься вставить между ними какую-то прослойку. И в итоге все друг другу мешает. А когда у нас есть какой-то околооднородный фон, а рядом какая-то иллюстрация и фотография, вообще другое дело. Вот эти штуковины надо раскидывать по разным углам. У тебя все пляшет туда-сюда. Конечно, тут надо зайти в автолойяут и поставить не пейк, а space between. Space between у нас теперь... А почему не компонент? Почему не компонент? Это надо в каждый проваливаться и менять пейк на space between. И у нас теперь, чтобы мы не печатали, вот эта штуковина всегда будет прибита к краю. Это будет очень аккуратно выглядеть. Кроме того, она будет очень аккуратно выглядеть и в адаптивах. Видишь, какая у тебя тут беда? Кухня. Во, совсем по-другому. Вообще прям класс. Сковородку я бы направо перенес и все. Иконки. О, какая выпечка какая-то. Цвета детской неожиданности. Как будто мы этот куросан взяли под гузники и прям туда помакали. Цвет, конечно, на любителя. Мы даже тут не привязаны к логотипу. У тебя логотип рыжий. Почему такая детская неожиданность? Нету стиля. Ну, можно попробовать выбрать все иконки и просто вот этот цвет заменить на какой-нибудь другой. Выпечка, она же с цветом выпечки. Тем более, недалеко от рыжего ушли. Круосан, он же круосановый цвет. Правильно? А не какашковый. А тут ВВ нарочено. Внутри текста расстояние должно быть меньше, чем до следующего текста. Это же вот одно целое ощущение, что вот эти ребята дружат, а этот на шухере стоит. Нет, должно быть наоборот. Значит, вот это надо отодвигать, либо тут уменьшать лайн-хейт. Ну, а там уже особо не уменьшишь. И по шрифтам ты их спрашивала. Да, у тебя два шрифта подходят отлично под заголовки. Но если мы и одним, и вторым будем писать большие объемы текста, то, конечно, читать их будет очень сложно. Собственно, поэтому ты поставила монтерат. Ты вела третий шрифт. Но третий не обязательно. Лучше обходиться двумя, потому что у каждого из них может быть жирное, полужирное, обычное начертание. А когда еще третий вводим, то спрашивается зачем. Запросто можно было обойтись обычным монтератом. Не обязательно альтернативу. Два шрифта запросто. И вот сюда вот можно... Так, это же нам надо в компонент. Вистор компонент. Вот, и здесь я бы тоже обычным монтератом. Третий шрифт не нужен, ребята. Двумя шрифтами можно запросто обойтись. А где все? Поэтому, да, я бы все-таки альтернативу поменял на обычный. Будет вообще хорошо. Два шрифта. Вот этот круто подходит и к логотипу, кажется. Да, такой же, как в логотипе. Понятно. Тогда все понятно. Жалко, что ты не пользуешься компонентами. Классно. Совершенно по-другому смотрится. Рецепт. На кнопке должен быть призыв к действию. То есть, глагол. Найти. Подобрать. Выбрать. Показать. Все какое-то колюче. У тебя все колюче. Но посмотри, какое все закругленное на тарелке. Тарелка сама закругленная. Тут все закругленное. Смотри, какие они кругленькие, кругленькие, кругленькие. Шесть. Ну, хотя бы шесть. Уже оно как-то будет не так сильно. А почему такое все мелкое? Это же вкусняшка, которую хочется посмотреть, чтобы слюнки подсекли. Скорее пойти что-нибудь заточить. А тут все такое малюсенькое, как будто это какая-то там какашка из конструктора лего. Что там? Где там? Такое малюсенькое. Сделать хорошую фотографию. Сочную. Не обязательно в один ряд пытаться все там уместить. Сделай несколько. Сделай слайдер. Это же галерея, это же может вообще инстаграм какой-нибудь. Смотри, как клево можно оформлять инстаграмы. Классные большие фотографии. Хочется же рассмотреть. Смотри, можно одну вообще большую сделать. А ты пытаешься вот сюда вот впихнуть две какие-то малюсенькие. В итоге там какие-то какашоны лежат. А вот видишь, что происходит, когда мы в фотографию вставляем что-то, не пойми что. Ничего не понятно. Кто там, что там, парень, девушка. Фоточки вкусные, сочные. Конечно же, хочется сделать побольше. Конечно же. 1 час 30 минут. Не очень понятно, это время приготовления или это время ролика. Чтобы уже точно наверняка, если это время ролика, можно здесь вот сделать. Опять компонент куда-то уволила. Вот сюда вставили какую-то плашку, например, черную, какую-то на задний план. И вот здесь вот текстом написали, например, минута 18 секунд. Понимаем, что вот эта цифра, это продолжительность. А твоя, это время приготовления. Тут какая-то дырка. Можно было вот это вот поделить на два абзаца. И, конечно, должен быть отступ. Отступ до соседа больше, чем внутри. А у тебя одинаково. Это уже под заголовок. Значит, тут должен быть побольше отступ. Побольше. И контраст должен побольше быть. Полужирное от обычного практически не отличается. И режим блондинки я бы здесь все-таки выключил. Вот, смотри, контраст появляется. Поставить его подальше, отодвинуть. Вот этот отступ должен быть больше. И тогда вот таким же везде бахаем. А, мы же отказались от этого. И, наверное, отказались. Я бы сделал, вот, все, вот это подвинуть в один ряд. А почему такая огромная ошибка? Вот мы попали в футер, и у нас сразу горит ошибка, ошибка. Это вообще, это супер второстепенная инфа. Это самая второстепенная инфа, из всех которых только можно придумать. Это надо делать супер маленьким. Супер каким-нибудь 15-м, даже 13-м можно. И не рыжим, не акцентным. А каким-нибудь вот таким, чтобы просто было. И копирайта нет. Они не должны привлекать внимание. Привлекать внимание должны кнопки. Призыв к действию. Оставить заявку. Обратный звонок. Давайте созвонимся. Идемте выбирать рецепты. А нет, сразу об ошибке. Не надо, не надо. А тут, кстати, наверное, даже белый подойдет. Белым. Во, во. Белым даже, наверное, будет лучше. Такие дела. Так, главную посмотрели. Сочетание шрифтов. Оставляем только два шрифта. И наводим порядок в первом экране. А, и цвет делаем у выпечки. Цвета выпечки. И все будет добро. А то взяли в подгузники, помакали и на тарелку положили. Ой. Дальше София прислала нам одну из первых работ. Которую хочет добавить в портфолио ощущение, что немного пустовато. Сейчас посмотрим. Курс ПО. Психологическому консультированию. А что еще за ПО? Программное обеспечение или что? Что это такое? ПО. Тут тоже предлог висит. И как-то вообще тут строки может было бы хорошенько. А еще и разорвало. Ребята, никогда не рвите. Вот это слово должно быть тут. Никогда не рвите. Никогда. Неразрывными пробелами делайте. Смотри, две строки хорошо. И в целом вот этот шрифт надо тоже поменять. У тебя есть заголовочный шрифт. Прекрасно. Оно контент. Вот смотри, как классно, когда намного лучше читается обычный, хорошо читабельный текст. И ведь с этим никто не будет спорить. Вот смотри, как классно. И кнопка должна быть какая-нибудь заметная. Она, конечно, заметная, но она какая-то... Вот смотри, если мы розовым бахнули, тут бы сразу. О, видишь, какое и настроение появляется. И она такая яркая, классная, и хочется на нее нажать. Другое дело, что она розовая. Вот в этом беда. Может какую-нибудь вот такую вот яркую. А вот это тогда, например, каким-нибудь там темным бахнуть. Вот смотри, у нас уже появляется какое-то настроение. А то все какое-то такое серенькое, уныленькое. Что-то как-то тут бы... А такая кнопка закругленная, а тут что-то не хватило радиуса или что. Вот, взяли и сделали кнопки из одного набора о программе с жирным. Лучше жирным, ребят, никогда не делать. И лучше не делать никогда разные отступы. Вот это же надо делать одинаковые отступы. Значит, что мы делаем? Конечно же, нажимаем Shift-A. И везде надо починить отступы. Вот, а у Shift-A тогда уже TXT. Почему каталог? Это не каталог, это TXT. А у TXT тогда растягиваем. Даже, наверное, слишком растянуло. Можно и поменьше сделать. Заказать звонок. Окей, окей. Так, тут все хорошо. Только надо вот это сделать. Подождите, куда делось? Что происходит? И двойной пробел какой-то. Что там происходит с пробелом? У тебя что-то с прицелом. Тут какая-то бедаблая и какая-то слишком большая разница в отступах. Иллюстрация не контурная. Она, во-первых, изометрическая, а иконки 2D-шные. А во-вторых, все иконки с контуром, а тут никакого контура нет. То если бы тут было что-нибудь вот такое, вот даже, наверное, вот так вот. Оно бы, конечно, сочеталось из одного набора. А тут, во-первых, разный ракурс и цвета разные. Тут вообще такого серого нет, а тут нет такого розового. Ну-ка, давайте сравним. Розовый-то хоть тот? Ха-ха! Можно же было взять уже пипеткой и розовый. Ну что ж ты так? Смотри, это ж так просто. Выделяем. Берем пипетку и все. И мы подружили иконку практически с тетей. А тут что-то чернила закончились. Тут чернила были. На кнопку, правда, не хватило. А тут совершенно закончились чернила. И кажется, вот эти два блока делали два разных дизайнера. Тут острый угол, тут закругленная толщина разная. Цвет, наверное, даже разный, да? Тут у нас 4F, а тут у нас 69. Совершенно все разное. Тут круги такого размера залиты. Просто два разных дизайнера все это дело делали. А где абзац? Внутри строки расстояние должно быть меньше, чем до абзаца. Это же не номер дома. Улица консультирования, дом 4. Нет, это 4 недели. Вот, все должно быть вместе. Неразрывным пробелом хлобыть. И все. Вот эти блоки надо подругать. Вот это вообще как будто бы не отсюда. И что-то тут по кругу. Что-то тут благодаря программе вы сможете узнать. Сначала мы идем, узнаем, узнаем. А потом все забыли и по второму кругу. Надо взять и поделить. Оставить в покое. Вот так вот дошли до сюда и узнали. Иллюстрация тут-то с розовым цветом у нас как? Ээээ. И тут не судьба. Надо подружить иллюстрации. Взять один и тот же цвет. Один и тот же серый цвет. Один и тот же второй цвет. Отступы сделать одинаковые. Тут 142. А здесь 142? Как вы думаете? 64, а здесь 142? Да нет же, не 142, надо делать одинаковые отступы Называется вертикальный ритм Сверху над заголовками во всех блоках одинаково Снизу, внутри под заголовками одинаково И тогда все это смотрится аккуратно Когда вот так вот, немножко тяп-ляп Видишь, какой тяп-ляп у тебя тут опять сверху Вон сколько, а снизу вон сколько Надо, чтобы строка была посередине своей линии Чего она вниз увалилась? Непонятно, и тут вон как-то тоже Нажимаем Shift-R, вытягиваем и видим, что и не туда, и не сюда Надо аккуратнее, надо настраивать свой прицел И отступы хотелось бы вот эти вот три отступа сделать одинаковыми Вот этот отступ, вот этот отступ И здесь тоже такой вот отступ А значит вот эту штуку надо подвинуть, чтобы она стояла вот здесь Тогда три одинаковых отступа будут, конечно же, аккуратнее И циферка тоже, видишь, как все испортило Значит можно сделать сначала цифры, а потом через какой-то определенный отступ пошли тексты А то тут вот какой-то забор пошел Итоговую можно как-нибудь выделить, например, цветом каким-нибудь Какие-то новые иллюстрации Вот, целый отряд дизайнеров трудился над этим дизайном Все абсолютно разное И отступы разные, и тут ротступ Тут 31,6, тут 26 Что-то вообще как-то тяпляп Надо аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее надо Что-то тут вот как-то тоже не подружилось Может вообще надо в один ряд просто бахнуть вот этих 6 штук Может они встанут в 6 штук и будет хороший аккуратный блок Даже тут что-то недозакрутило Либо мы делаем полностью круглым Либо мы делаем около квадрата Но когда мы делаем ни туда, ни сюда Оно как-то не очень Надо либо полностью скруглить Либо не оставлять вот эти вот обкусанные углы Вот круг А это уже какой-то недополукруглый квадрат Тут что-то у нас все вылетело куда-то за пределы О, вернули и все равно не попали Прицел надо настроить И пробил куда-то улетел Стоимость курса тоже куда-то взлетела Расстояние до своего контента должно быть меньше Чем до чужого контента Понимаете, заголовки относятся к своему блоку А этот уже все, улепетывает отсюда Насмотрел, если он уже на эти карточки И тут что-то как-то вообще ни туда, ни сюда Выравнивание какое-то такое Ну-ка, серый цвет у нас там в первом экране Как? Ни туда, ни сюда Надо научиться повторять Научиться повторять Вот мы сделали Взяли какую-то иллюстрацию Потом мы нашли где-то в интернете Новую иллюстрацию И мы эту иллюстрацию перекрашиваем В цвета первой иллюстрации Значит, что мы делаем? Выбираем вот эти вот все детальки у тети И перекрашиваем Ну, можно красным оставить А что, 1 января на работу И вот приперлась Вот это сюда Потом стол вот этот взять В светлые детали В светлые А темные, соответственно В темные Вот у нас там какие-то вот темная часть Темная часть Она вот такая А какая-то дальняя часть Которая там где-то снизу Вся в тени То она, конечно же, вот такая Вот взяли пипеткой хлобы сюда И все Вот тут уже более-менее порядок навели Вот этот серый тогда тоже Вон тень у тети Вон она какая А тут совершенно другая тень Значит, что мы делаем? Берем тень Делаем одинаковыми Вот тут мы навели порядок Потом пошли Какую-то вторую Перекрасили третью И все иллюстрации Начинают сочетаться Подружили Просто иллюстрация между собой И то же самое Надо сделать с иконками Подружить их С одним стилем Вон И тут тоже какой-то Не особо розовый человек Или наоборот Вот эту в солярий сводить Чтобы все это дело Как-то сочеталось Копирайта нету Заказать звонок Это же к контактам относится Вот И теперь у нас кнопка Вроде как и сбоку стоит Но она относится Все-таки Ну практически Относится к блоку контактов Копирайта не хватает Вот эти две из одного набора А это из другого Значит, что надо сделать? Shift-X нажать Нажимаем Shift-X И вот Сделать поменьше Вместе с кругляшами Сделать поменьше Вот Теперь прям вообще песня Класс Да, надо просто научиться повторять И прицел Прицел настроить Чтобы отступы не плясали Чтобы не было такого вот Тяп-ляпа какого-то И все будет добро В портфолио вы добавляете работу Ну раз в два года Раз в три года У нас там висит Поэтому Потратьте Чуть-чуть больше времени Перед тем, как добавить А потом просто будете спокойны Наводи порядок По цветам По отступам Чтобы вот эти блоки Как-то сочетались Чтобы Круги были одинаковые Чтобы Пунктирная линия была В одном стиле А тяп-ляп лучше не добавлять Исправишь И добавляй Дальше на проводе Владимир С первой работой Прям совсем первой Сделал после просмотра Курса по Figma Ну-ка, компоненты Нормально Все на месте Разборы смотрю с удовольствием Спасибо Прям спасибо тебе Спасибо за просмотры Так, что с размерами? А что все такое малюсенькое? Какая ширина? 1280 Это ширина монитора Стандартного монитора Под который рассчитаны Дизайны И то это уже Минимальный Стандартный монитор Порой руки чешутся Сделать даже пошире Например По 1366 Или 1440 Но 1280 Это по умолчанию А значит Контент надо делать Приблизительно Вот такой вот ширины А сами отступы Делать еще больше Чтобы было 1920 Соответственно У тебя Вообще Какое-то все мелкое Как будто уже планшеты Шириной тысячи Да Ты сделал какую-то Планшетную версию Да Надо делать все шире Вот досюда растягивать Потому что у тебя Сейчас конечно Тут с пропорциями Прям беда совсем Очень какой-то все полосато Есть такой принцип Если мы что-то берем И вот так вот делаем Делаем как бы Разрез твоего дизайна И смотрим Если полосок В твоем слоеном пироге Очень много Значит надо упрощать У тебя Раз, два, три, четыре Пять, шесть, семь Восемь, девять Вот в небольшом Каком-то таком Куске пирога Очень-очень много Слоев Вкусы смешаются все так Что мама не горюй Это же должна быть Прозрачная наверное Можно вообще убрать Вот мы убрали Сделали уже прозрачной И вот уже чуть-чуть Попроще здесь оказалось Тут надо сделать подсказку Например Поиск по сайту Или поиск в категориях Вот эту полоску Ну или мы одну оставляем И то бы я бы сделал Поменьше наверное В толщину линии Ты не попала Надо бы поменьше сделать Например вот так Теперь вроде бы Как пересекается Вот одной полосы Будет точно достаточно Отступы большие А карточки маленькие Вот таким вот решением Ты просто подставляешь верстальчик Я бы не сказал Что это какой-то Дизайнерский изюм Это больше похоже На бак верстки Будут думать Что верстальчик Какая-то синюга Пришел на работу И нажрался И название бывает же Намного длиннее Ну оп Третья строка И уже как-то непонятно А куда выравнивать Все зажато Все очень-очень Очень-очень-очень Тесно Тесновато Логотипы Огромные Надо сделать их поменьше Аккуратными Логотипами Наверное не надо делать Таким зигзадом Опять верстальчика подставляешь Не надо-не надо Стилистика совершенно другая Тут у тебя все в контурах Черно-белая стилистика А тут уже цветное Черного-белого контура Вообще нигде нету Нигде нету Надо повторять Либо ты уже все делаешь Как в газете Либо тогда в первом экране Добавляй красок Например Вот это мы делаем Вот так вот Это мы тогда сдвигаем Куда-нибудь И кнопки мы тогда делаем Какими-нибудь яркими Таким образом Мы уже немного Хотя бы подружили Вот с этим Тогда можно придумать Какие у нас будут кнопки Например Какие-то вот такие И впендюрить Вот сюда Оп-оп Вот мы уже чуть-чуть Подружили вот эти блоки Чуть-чуть Тогда надо уже И шрифт взять Такой как там Видишь у тебя Чуть-чуть отличается Для верстальчика Вот это вот Твоя чуть-чуть Это прям вот такая ненависть Ты бы знал Как они вообще негодуют Когда надо новый стиль заводить А потом Применять эти новые А ты еще и строку разорвал Ребята Никогда не рвите строки Никогда не рвите Неразрывными пробелами Вот Нужно взять И неразрывный пробел Ставить И теперь у нас Все прыгает вместе И при этом Предлог не висит И вообще Раз тут про фиолетовый цвет Возможно Надо сделать баннер Какой-нибудь вот такой Как понять Какой из вот этих чекбоксов Активный Если бы тут была Какая-нибудь галочка Вопросов бы никаких не было Вот этот вот Активный Так как это Самая-самая первая работа Прям совсем первая Сделал И молодец Я бы тебе посоветовал Начать с отрисовки Других интернет-магазинов Заходим Какой-нибудь связной Связной Вот смотри Какие классные баннеры Не твоя вот эта Черно-белая газета Ну-ка давай назад вернем Как там было Вот посмотри Нет никаких вот этих вот Лишних рамок Рамка вокруг рамки Ну оно такое И все на однородном фоне Смотрится все вместе Одним целым А ты тут вот это Отделил оттуда Это сюда Стрелки тоже куда-то улетели Попробуй вот так вот Мой тебе совет Просто возьми И сделай скриншот Всей страницы Вот например Джокси может с этим справиться Сохранил этот скриншот Куда-нибудь на комп И перетащил фигму Сделал фрейм 1920 1920 на где-нибудь 1005 например Для начала И вот этот вот скриншот Вставил туда На задний план Наверное 1920 сделал Заблокировал Все это дело И поверх Уже начинаешь Отрисовывать Просто бери какой-нибудь Сайт и отрисовывай Свою самую первую Прям первую работу Ты сделал А вторую Прям вторую работу Возьми и повтори И тогда твоя третья Прям третья работа Будет намного Намного лучше Чем твоя первая Прям первая Пиксель в пиксель И потом сделаешь третью Прям обалдеешь Насколько у тебя Третья работа стала лучше Такой тебе совет Дальше телеграмма От Кристины Привет Буду рада Комментариям по данной работе Хотелось бы услышать критику И узнать что не так Так как после выполнения Тестового Вы мне отказались Спасибо огромное А где тестовое Как узнать Какое было задание Вот перед нами Значение 27 Но мы же не знаем Какой был пример Что надо было с чем сложить Отнять Вычесть Умножить Или разделить Чтобы получилось 27 Мы не знаем Правильный ответ Или нет Понятия не имеем Поэтому Ну как можно судить Ну-ка что там с размером Кажется что с размером Очень-очень огромное Вот там было Все очень-очень маленько А тут прям Контраст такой Что все очень-очень огромное Да Тут надо было бы сделать Все поменьше 36 Это заголовок Это прям хороший Добрый Крепкий Такой нарядный заголовок Для первого Второго экрана Запросто Это контент Контент ну 20 Например Видишь какая разница Вот И тоже строку разорвало Никогда так не делайте Ребята За что вы так Если это абзац То абзац Это вот здесь Вот 20 Оп Все вот теперь у нас абзац Снима базару Строки на месте Все хорошо Либо тогда наоборот Надо убирать Чтобы текст вот так вот Двигался за нами Поэтому либо абзац Либо не ломайте строки Конечно же Вот Вот это вот Нормальный адекватный размер Смотри Заходим на лендбук Лендбук Открываем любой-любой сайт Давай два разных сайта Где вот Под заголовок Под заголовок Кнопули Как у тебя Сделаем скриншот И вставим Сравним размеры Какие Куда тут Что улетело Что-то не то Не то нам открыли Ну давай Во под заголовок Давай Заберем Посмотрим Ну-ка Вот Забираем Так надо же отмотать Отмотать Как было Во Смотри Видишь какой размер Со второго Забрали Посмотрели Что у нас там Получается Со второго Вот Посмотри Вот эти размеры Они плюс-минус Одинаковые Вот Видишь Текстовки Одинаковые У тебя В два раза Больше В два раза Там 18-20 У тебя 36 Надо все это дело Уменьшать Широченный сайт А контента малый Только Смотри туда-сюда Ну Некомфортно Некомфортно Фуллскриновые сайты Как правило Это какие-нибудь CMS Ки админки Какие-нибудь Дашборды Где очень много Всяких таблиц Контента Вот давай Зайдем И наберем Dashboard UI Чтобы посмотреть Что можно сделать На всю ширину Вон Сколько Всякого Разного Скопил Вот Темненькую Такую Нарядную Возьмем Заберем И вставляем Теперь в макет Вот сюда Вот Смотри Сколько Контента Можно размещать Когда мы делаем От края до края А у тебя Тут один абзац И иллюстрация Но не такие Огромные Надо сделать Сетку поменьше Если хочется Поширше Поширше Ну тогда Хотя бы 1440 Хотя бы Где тут 1440 Ставим По центру Вот так И твою сетку Тогда делаем Поменьше Хотя бы Вот такое Вот это надо Ну 20 Хотя бы 20 Ну там 24 Может быть И вот Вот это мы Додвигаем Вот сюда И тут должен быть Призыв к действию Первый экран Это место Для самой царской кнопки Призыв к действию Глагол Купить Зарегистрироваться Войти Скачать Отправить Зайти Зарегистрироваться Скачать Посмотреть А твоя подписка Она где-то вот здесь А вот она У тебя подписка Где-то там есть В целом Иллюстрации Конечно Кажутся Из одного набора Вроде бы Да И иконки К ним более-менее подходят Цветной заголовок Нарядить И вот сюда Нарядить В пределу контента Очень все крупная Но опять же Мы не знаем Например Кстати И пошел Совершенно Вот серо-фиолетовым Ты ребятам И нет Это все муляж Ничего не можем У тебя муляж У тебя вроде бы И есть иконка Но на самом деле Это растровый муляж Все должно быть В векторе Просто запомните Ребята Все иконки Иллюстрации В векторе Вот собственно И понятно Почему ребята Взгрустнули Во-первых Все огромное А во-вторых Все растровое Ну ты-то не грусти Ты-то теперь все знаешь Надо делать Поменьше Покомпактнее Размеры Поменьше Не надо так орать Так что ничего не помещается Вон видишь Даже форма Целиком не помещается На экране И тут какая-то тетя Куда-то исчезла И надо делать Конечно же Все в векторе Чтобы можно было взять Например сюда Поставить ей телефон Мало ли Они не хотят Виноводочный магазин Открывать А хотят какую-нибудь Иллюстрацию К айтишной тематике Взяли бы и поменяли А это растровая картинка Мы не можем Один элемент забрать И вставить туда другой Конечно Можем открыть фотошоп И там на фотошопе Тяп-ляп Но это будет не то Ребята Все должно быть в векторе Вот собственно И ответ на твой вопрос Все стало понятно Все понятно Дальше на связи Лев Давно хотел отправить Работу на разбор Только сейчас Успел запрыгнуть в поезд Спасибо за разбор За полгода Очень сильно прокачал Хардскивы Благодаря видосам Круто Прям круто Что вы ребята Меня смотрите Робот Ой, простите Тяжелое детство Мультики Мультики Так, тут что-то Прилипло все кверху Какая-то штуковина Какая-то Кожаная штука какая-то Это вроде не связано Вроде бы как с кожей Тогда непонятно Зачем вот эта штуковина Нужна Не очень понятно Так, личный кабинет У меня к сожалению нету Но я бы сделал Вот так вот Сделал бы наверное Личный кабинет Две сраки Сделал бы вот так Мне кажется Было бы оно как-то Уравновесистее Что ли Да Ой, простите Ну как колеса По-моему эти Они уже немного вымерли То есть уже прошел бум Сейчас вот эти вот Фрамуги заняли Место этих колес Раньше вот эти колес Они прям крутились везде Сейчас вот то же самое Происходит с этими арками Они рано или поздно Они тоже уже станут Таким не особо популярным Элементом Поэтому я бы вот это колесо Не знаю Ну как минимум Повнести Ставил где-нибудь Вот тут например Смотри как классно стало Ну крутится Во, прям вообще песня А то что это за робот Такая Из утиных историй Да, вот сюда поставить И прям вообще будет хорошо Так, а есть вообще Какой-то третий цвет Третьего цвета нет А сюда бы какой-то Черный Черный бежевый Какой-нибудь Для акцентов Цвет добавить Давай посмотрим Что там нам вообще Предлагает искусственный интеллект Давай посмотрим Какой-то вот такой Фиолетовый Наверное Или голубенький Нет, фиолетовый Наверное будет хорошо Во, смотри Хорошо сочетается Значит я бы сделал Каким-нибудь вот таким Вот просто для акцентов Выделить Потому что очень много Вот этих вот элементов Которые тянут на себя Одеяло А мелкое что-то потеряется Наверное я бы сделал Даже крупнее Все-таки это Покрупнее сделать Вот таким Каким-нибудь заметным Так, это можно было бы Приподнять Наверное Рамки очень активны Они тянут на себя Одеяло так Что у них А где компоненты За полгода Можно было бы уже И компонентами Научиться пользоваться Ну вон что-то есть Но эти же элементы Тоже повторяются И вот это Вот 4 одинаковых элемента Конечно же Надо компонентить Конечно же И тут вот Сейчас бы в одном месте Попробовали сделать Непрозрачность поменьше Чтобы выдвинуть На передний план Текст А рамку туда Поглубже загнать Тогда бы мы все считывали А тут и рамки Тянут на себя Очень сильное одеяло Вот эта ща Она вообще Не из этой песочницы И контраст Очень слабенький Цифры я бы сделал Сильно другим Ну-ка давай какой-нибудь А Railway Кстати очень похож Railway Ну почти похож И тогда у нас будет Акцент на каких-то Плюшках А иконки Например Поставить с другой стороны Например Здесь вот у нас Иконки А здесь будут Крупные вот такие штуки И может даже Можно сделать Поменьше Кому-нибудь 120 например Вооо 120 Это мы тогда Делаем вот так А это вот так вот Вооо И вот теперь Вот такие вот штуки Они конечно же Будут смотреться Как преимущество 5300 учеников Успешно выпустились Вот сюда И здесь тогда иконки Вот так В таком формате Будет гораздо круче Считываться Именно преимущество Потому что сейчас Контраста нету Обычный и полужирный Ну так Слабенький контраст А раз мы делаем Намного больше Контраст внутри То тогда и рамки Нам уже особо не мешают Но тем не менее Можно было бы Попробовать сделать Их и потонше Выдвинуть все-таки Информацию на передний план Было бы хорошо А то видишь У тебя иконки разные Поэтому отступы разные А когда мы ставим Иконки с правой стороны У нас все прекрасно Какая разница Какое тут расстояние Здесь всегда одинаково Там всегда одинаково Будет хорошо И вот тут у тебя беда Тоже нет контраста Когда у нас мелкие детали Вообще не видно А тут еще и ВВ нарушено Вот как понять К чему это относится Конечно же По логике сюда Ну видишь У тебя компонентов нету Поэтому придется сдвигать Вот так Теперь мы точно понимаем Что здесь отступ меньше И вообще возможно У тебя сетка тут Не особо считывается Да Вот это у тебя стоит Не по сетке Не по сетке Не туда не сюда А раз у тебя все это Стоит не по сетке Раз такая беда То можно сделать Тогда они одинакового Размера прямоугольники Вот эти вот Видишь у тебя Одинакового размера Прямоугольники А сделать одинакового Размера расстояние Между прямоугольниками Вот просто Расстояние одинаковое Прямоугольники разные Но у тебя все равно Не по сетке было Зато теперь мы точно Понимаем К чему вот эти звезды Относятся И контраст Вот эти я наверное Штуки сделал бежевым Вот я там бежевый В стилях А где стили? За полгода Можно было уже и стили Научиться Применять Вот смотри Бежевым Все появляется Какой-никакой Контраст и становится Чуть-чуть лучше Здесь лучше Вот этот макап Он какой-то такой Какой-то он такой Такой никакой У тебя все такое Векторное 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 А тут такой Реалистичный Телефон Я бы его все-таки Сделал просто В каком-нибудь Прямоугольнике В закругленном Если очень хочется То можно даже Реализовать сверху Вот эту вот Штуковину Которую никто терпеть Не может Тогда мы это делаем Закругливание Вот так вот Это сюда Это сюда Вот пожалуйста Тебе монобровь Это верхнее Можно сделать По нулям Например И вот И вот в таком Уже формате Мы все равно Понимаем Что это из-за Моноброви Что скорее всего И фонящие Поэтому сюда Вставляем И будет Оно сочетаться Лучше Вот это вот Детализация Макапа Лучшая детализация Контента А не макапа Макап не нужен Вот это у нас Подсказка Поэтому мы ее Удалим Понятно Что вот это Будет ездить Снизу И менять фотографии Анимация Будет клевая Сюда Наверное Может тоже Какую-нибудь Звезду Где-нибудь Впиндюрить Какой-нибудь Где-нибудь Звездочку Вот такую Или там Еще с какой-нибудь Стороны Где-то А такая Где-то Бежевая Где-то Например Контурная Какая-то У тебя такая Стилистика Что можно было бы И поиздеваться С этими Звездами Так Вот тоже Макап Такое Лучше сделать Схематичный Макап Как там С телефонами Тут то же самое Делаем Какой-то Прямоугольник И тут Просто Какую-то Такую Штуковину И не надо Вот этого Вообще Вот эта детализация Какая-то Это Чересчур И вот это Можно убрать Вообще Зачем Скрин из видео Если Скрин из видео Так ты вставляй Скрин из видео У тебя вот эти Белые прямоугольники Слишком сильно На себя тянут одеяло Если там Видеоотзыв Значит так и пишем Видеоотзыв И просто Скриншотим Картинки Например так Но мы его Сделаем немного Вот таким Чтобы он стоял Не по центру И чтоб не прямо Ему Кнопкой play Не по сану И помидоры Залетело А куда нибудь Вот так Например Оп Эй А вот оно Как Понятно Ну значит Надо было делать Еще один Прямоугольник И в него Уже тогда Вставлять И кнопку play Куда-то Вот сюда И видишь Все равно В лицо Значит надо Куда-то Смещать Вот и ты Должен для вертальчика Показать А как же Размещать эту Кнопку play Какого она цвета А еще Не факт что Верстальчик Сделает этот Прямоугольник И вставит Потом туда Скриншот Чтобы потом Никто ничего Не сломал Такие дела И они Как-то Отвалились Как будто Это один Это второй Тут бы подрузить Чтобы вот это Вот внутри Находилось Это один продукт Это вот Какой-то там Второй продукт А тут у тебя И превьюшки Просто куда-то Там вылетели Рамки какие-то Жирные Тут тоненькие Тут жирные Тут тоненькие 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 Жирных вообще Нигде нету А чего вдруг У тебя вот здесь Какие-то жирные Рамки А почему так И какие-то отступы Внутри Какие-то малюсенькие Тут вон Какие классные Воздушные отступы А тут что-то совсем Место-то вон Позволяет Можно сделать Внешние отступы Отступы поменьше И тут какая-то Кнопка появилась Такая с буквой С Тут вон Прямоугольные Адекватные кнопки А там какая-то Буква С Чего это она вдруг Такая Надо чтобы был Эффект повтора Или как минимум Те кнопки Там наверху Сделать хотя бы Круглыми Тогда бы они Тут мастер есть Классно Хотя бы они тогда Подружились С нижней И то видишь Уже тесновато Значит надо Либо текст делать Меньше Например 14 Каким-нибудь Либо кнопку Сделать пошире И вот эти круги Наверное тут не надо Возможно вообще Вот эта штуковина А круги Можно было бы Куда-нибудь Вот туда Смотри как Становится сразу Интереснее Подчеркнули что Прям эксперт Подчеркнули Тут что-нибудь Где-нибудь Подчеркнули Мои продукты По инстаграму Подчеркнули Тут где-нибудь Что-нибудь такое Да Вот эти вот штуки Можно было бы Подчеркнуть Не просто сделать Какой-то И тут что-нибудь Например Вот-то Или визуал Или продажа Что-нибудь Выделить Например Как-то вот так Клево Когда есть блок Прямоугольные формы Например Тут какой-то элемент Потом здесь Какие-то там элементы Тут например Какая-то фотография У нас тогда Конструкция устойчивая Тогда все хорошо Тут может там Чего-нибудь полиниста И тут какие-то там Текстовки У нас будет Конструкция устойчивая Как только у тебя Вот это вот Вывалилось сюда Все Конструкция развалилась Поэтому вот это вот Подсобрать Не так Может вот так вот Подсобрать Вот У нас уже Конструкция какая-то Такая Может вот это Сделать вообще В две строки Например Это вот сюда А тогда фотографию Можно будет делать Вот так вот И сделать фотографию Обратно Вон у нас появляется Какой-то прямоугольник И конструкция будет устойчива А здесь делать Полноценный Какой-нибудь блок С заманухой Оставьте Давайте созвонимся Тогда здесь пишем Может он будет Даже какой-нибудь Бежевый Твой этот Блочок Футер сам Улетит Тогда куда-то Вот сюда Может его даже И по центру Оставить Здесь мы пишем Заголовок Давайте созвонимся Все обсудим Оставьте контакты Я сама с вами свяжусь Или пишите мне В социальные сети И тут какая-нибудь Кнопуля Когда у тебя есть Прямоугольник И видишь У тебя же здесь Прямоугольник Все устойчиво Тут у тебя тоже Прямоугольник Который будет ехать Вот так вот вниз Тоже все устойчиво И тут устойчиво И тут устойчиво Не особо-то устойчиво Особенно когда на колесе стоит Тогда да Попробуй Не потеряй равновесие Вот А все остальное Будет хорошо А если мы оставляем Как было То конечно Оно все Немного разваливается А уже все Дальше не откатимся А так в целом Получается классно Стилистика современная Все вроде клево Воздушные отступы Вроде даже Аккуратные отступы Шрифты интересные Цвет бежевый Классный Кнопки только конечно Хочется делать горизонтальными А не вертикальными Это лобочник Подбородок Такие здоровенные Лучше сделать гармоничненько Вот так вот Ушки растопырить Чтобы кнопка По иксу Была чуть больше Чем по иксу Вот эти вот отступы Боковые Должны быть больше Тогда кнопка Смотрится гармонично Слушайте ребята Давайте сделаем Классное доброе дело Для одного моего подписчика А как вам план Погнали-ка в инстаграм Во-первых Подписывайтесь на мой инстаграм Ссылка снизу В описании ролика Потому что Скоро 19 июня А 19 июня Будет первая годовщина Зацените Мой первый пост Осознанный До этого у меня тут были Какие-то 404 Которые никто не смотрел Там было по 100 просмотров Такое себе Пришлось их все удалить И писать вам что-то полезное Вот потом уже стали смотреть И лайки даже отгружать 8 тысяч лайков 8 тысяч лайков Вот это я понимаю Так вот Зацените 49 недель Это 19 июня Мой первый осознанный пост Для вас А 19 июня Это ж не за горами Совсем скоро Пару недель Так что подписывайтесь Мы это дело будем отмечать И мы разыграем Две вот такие вот мышки Это точно такие мышки На которых работаю я А вы видите С какой скоростью я обычно работаю Потому что Мышка классная Я к сожалению Точно такие мышки Беспроводные не нашел Потому что они сняты С производства Собственно вот такая вот Проводная мышка Она тоже снята с производства Но я нашел на ebay И заказал с Америки Ждал два месяца А потом ждал еще одну Ну хорошо что прилетели Все-таки мышки А не кирпичи Кирпичи разыгрывать неинтересно Так вот Подписывайтесь 19 июня Я создам какой-нибудь пост И мы все это дело Разыграем Две мышки И одно место У меня в июльской группе Потому что 19 июня Это как раз вот уже Перед и началом июля Когда у нас будет Четвертая группа А во-вторых Подписывайтесь на Леву Чью работу мы только что Посмотрели Классно веселый парень Тем более с роботом Из утиных историй Так повеселел Так как-то найти его Я на него подписан А раз я подписан То и вы подписывайтесь А раз я подписан Я вижу его сторисы Правильно? Да? А вот и Лев Собственно ссылка на него Будет снизу в описании ролика Классный веселый Позитивный парень Пишет что-то тут Про дизайн Про фриланс Вон снова нет результата Какие-то ответы Вопросы Промышляет таким же контентом Как и я В сторисах Собирает вопросы Потом ищет ответы Общается Показывает всякое Разное веселое Рассказывает Дизайн, фриланс Все как вы любите И вообще Давайте в каждом Фидбеке новом Я буду одного из вас Кто работы присылает Одного человека Я буду просто советовать По-моему классная идея Как вам Вместе со своей работой Будете присылать еще Ссылку на инстаграм И у кого Инстаграм не закрытый Не пустой А есть какой-то контент На тему дизайна И фриланса Я просто одного из вас Выберу и прорекламирую Бесплатно Просто так Классно? По-моему огонь идея Собственно давайте Начнем с Лёва Я на него давно подписан И вы подписываетесь Серьезно Я не только что подписался Я давным-давно на него подписан Смотрите мои подписки Вот Дима был последним На кого я подписался А Лёв уже вон Где-то там Давным-давно Вон смотрите Как давно я на него подписался Так что подписывайтесь Ну а мы идем дальше Дальше на проводе Артем с работой Для портфолио Услышать самую жесткую критику Размеры в принципе Окей Вот эти прямоугольники Я бы точно убрал Как-то смотрится Это все не очень Так Это у нас компонент Нет Автолейут Хотя бы автолейут Классно Тогда мы проваливаемся И просто выключаем контур Вываливаемся обратно И по-хорошему Вот это все Можно было бы опустить Посередине логотипа А в целом Логотип-то у нас симметричный Можно поставить его посередине А все остальное Раскидать Например здесь Три пункта меню И здесь три пункта меню И будет вот такой Классный симметричный хедер Будет это смотреться Все хорошо Анкл Только для настоящих Мужчик Если ты настоящий Мужчик То тебе к нам Класс Записаться Кнопка вообще невкусная Совершенно невкусная Потерявшаяся Где-то среди толпы Кнопка Да Кнопку бы сделать Тут есть какой-то Третий цвет Третьего нет Или какой-то Грязно-бежевый Или белый Ну тогда мы сделаем белым И будет нарядная Классная Заметная кнопка Белым цветом Смотри как она сразу Загорелась И внутри Какой-то Огромный текст Либо кнопка Просто сама По пропорциям Маловато 20 это уже Конечно крупновато 17-18 Ставить в кнопках Это вот супер А 20 Кнопку еще даже Немного побольше Где мы А это не автовая Вот нажимаем Shift-A Обзываем button Вот наша классная Нарядная кнопка Проваливаемся внутрь Текст по центру Отступы например 40, 15, 40, 15 Вот кнопка Классная Заметная Если вы сомневаетесь Какую кнопку сделать Просто откройте Несколько сайтов И возьмите Скриншотом Готовые кнопки Вот какая-то кнопка Сейчас возьмем Потом давайте Где там что Вон какая-то кнопка Давайте третью кнопку Вот отсюда заберем Значит так Что тут Превью в браузере Ты у нас что Вот смотрите Какая тоже белая Классная Яркая кнопка Видите Размеры такие же А текст меньше 20 Это у меня 17 А был 20 Ну-ка 20 20 прям вообще Очень-очень крупный Давайте еще пару кнопок Для сравнения возьмем Если сомневаетесь Какого размера заголовок Какие отступы Какого размера иконку Просто возьмите Откройте несколько сайтов И сравните 20 он кажется Крупновато Значит я бы сделал В 17 Будет в самый раз Вот смотрите Кнопка яркая К фону контрастная Когда мы делаем Такую тусклую кнопку Не хочется ее нажать Это же самое важное Это царская заметная кнопка Тем более в первом экране Вообще Вся страница делается ради этой кнопки А когда мы ее куда-то туда прячем Что она с фоном сливается Ну не очень Отрезанная рука Кстати не очень понятно По фотографии А что здесь происходит Это тату салон Или это парикмахерская весна Не очень понятно Что здесь творится Только для настоящих мужчик И пошли дальше Вот это вот Самые стильные стрижки Она очень мелкая Незаметно Мы по заголовкам Попрыгали Попрыгали А вот эта фраза Она осталась без внимания И вот А по фотографии Даже непонятно И кажется Что здесь даже Очень большой акцент На татуировке Как девчата Знаете любят Какие-нибудь колечки ставить Как будто мы так Фотографируемся В сторис А сами тут Смотрите Смотрите Какое колечко Вот то же самое Смотрите Какая у меня роза Поэтому фотографию Желательно ее не обрезать Либо тогда сделать Какой-нибудь фон С оттенком Мы тогда отправляем На задний план Куда-то вот сюда И чуть-чуть Другой фон А фотографии Значит надо наоборот Значит надо во втором экране Вот это вот Увести во второй экран Чтобы этот парень Был как будто бы За какой-то ширмой Потом у тебя вот этот вот логотип Да Да это шрифт логотипа Но он нигде не поддержан Круто же сделать было бы Вот эти вот какие-то кнопки Например Приблизительно такие же Делаем что-то вот такое Например А здесь просто линиями Продолжаем Какой-то вот такой вот Отступ И тогда это все будет Очень классно Сочетаться с твоим логотипом Можно даже попробовать В два пикселя И вот это в два пикселя И вот смотри У нас какая-то контурная кнопка Или наоборот Саму кнопку в два пикселя А это в один пиксель Оставляем И вот у нас уже какая-то Интересная кнопка будет Которая будет сочетаться Как-то пересекаться с логотипом А когда мы делаем Какое-то тусклое Орущее внутри Подзаголовочное что-то Ну не очень эта кнопка выглядит Вот сделать И это же можно будет Продолжить эту идею Взять где-нибудь Вот здесь вот добавить Тоже с каким-то Определенным отступом Чтобы везде отступы Были одинаковые Не просто уголок А как будто бы Это вот такая вот тень Например вот здесь Сразу на сайте Появится свой какой-то Свой какой-то стиль Будет какая-то Такая персонализация Все наезжает Вот А что случилось с иконками Никогда Никогда Не используйте Растровые иконки Вообще никогда Они же вот такими Будут на телефонах Они же вот будут Такими пиксельными Никогда Просто запомните Растром можно оставить Только фотографию Только фотографию Все иллюстрации Все полоски Линии Фигуры Все иконки Конечно же Только в векторе Это прям вообще Это фу-фу-фу Это фу-фу-фу Ребята Никогда так не делайте Вот эта фотография Не несет в себе Никакого смысла Просто какой-то скальпель Как будто мы сейчас Пойдем руку отрежем Лучше вообще Просто убрать И сделать И сделать Вот так Будет намного Аккуратней И лучше Видишь мы просто Убрали А сразу подняли Читабельность Ты тут пытался Спасти все это дело Каким-то там Затемнением И в итоге Все плохо Сделать вообще В три столбика Раз Два Три Будет три таких набора Можно сделать Например карточками Какими-то Или даже вот тем вот уголком Взять этот уголок И просто поставить С одной стороны Поддерживать таблицу Это вот куда-то сюда Это вот куда-то сюда И вот уже поддержана таблица Она уже не разламывается А это выглядит Как будто бы ссылка Мы куда-то уходим Но судя по всему Мы никуда не уходим Это же лендинг А значит здесь подчеркивание Не надо Убрали подчеркивание Лучше вот это сделать И можно добавить Больше контраста Полужирным Например вот так вот Вот так вот Или даже букву О Поставить посередине Чтоб это как будто Вложность была Или не надо сдвигать Может вот сюда А это тогда продлить повыше Уже можно будет Поиграться с этими С этими линиями Вот смотри Если бы мы поставили Такую фотографию Или вот такую То конечно Мы бы сразу Разобрались О чем там речь О чем речь Забираем фотографию И вместо вот этого парня Вставляем Вот мы сразу понимаем Что ага У нас тут салон красоты Барбершоп Они просто какие-то Татуировки Конечно эти ребята Любят разрисовать Руки, спины, головы Но когда у них в руках Ножницы Мы сразу понимаем О чем речь А если тут ножницы Будут спрятаны Где-то вот за кистью руки То будет ощущение Что это тату-салон Поэтому по фотографии Должно быть понятно О чем речь Собственно вот Классная фотография Сразу понятно Вот человека в армию готовят Кнопка супер невкусная Кнопка невкусная Да Кнопка невкусная Оставьте пожалуйста Отзыв о нашем Барбершопе Пожалуйста Аркадий Ого Классный подзаголовок У каждого абзаца Должен быть подзаголовок Это абзац Значит должен быть подзаголовок А какой тут подзаголовок Краткое описание отзыва Самое лучшее место Или например Уютная атмосфера Все А кто сказал Это подпись Нам не Мы не знаем Кто такой Аркадий Мы понятия не имеем Что за Аркадий Кто такой Может там укупник где-то Надо делать подзаголовок А кто сказал Где-нибудь поменьше Ну а подзаголовок Обязательно Тут что-то все развалилось В течении Слушайте Это прям какой-то тренд новый пошел Если мы не знаем Какую букву писать И все Нет ошибки Обалденно Это прям вообще супер Второй раз За несколько дней Вижу такой прикол А мы не знаем Какая тут будет буква Поэтому мы просто Никакую букву Вообще оставлять не будем Нет буквы Нет проблемы Тут что-то все развалилось Какая-то непонятная штуковина Какая-то непонятная деревяшка Что здесь происходит Что тут такое Кнопка вообще съела Просто этот текст Если ты уже где-то сделал кнопку То просто берешь ее И копируешь И вообще ее в мастер Оп И потом мастер Конечно же вставлять Вот смотри Какая классная Кнопка с отступами Все понятно Карта очень маленькая Как будто там Какая-то секретная база Маленькое окошко Не хотим показывать Подробный путь Да здесь бы побольше фотографий Сделать все-таки Прически Это повод для гордости Пару дней как минимум Поэтому сделать фотографии Покрупнее Можно сделать Три большие Крупные фотографии Или вообще Развалить вот это вот все Не по горизонтали А по вертикали Раскидать этот блок Это же фотографии В первую очередь мы выбираем Скорее всего по расположению Потом уже по фотографиям А потом уже по ценам Поэтому фотографии Это одно из первых преимуществ То есть надо показывать Не стесняться И конечно в первом экране Надо показать о чем речь Настоящий мусьчик Тогда к нам Дальше Максим прислал работу Какому-то Александру Следит за ним уже третий месяц А работу нам шлет В чем прикол Следишь за Александром Так шли ему работу Что ты нам прислал Что прям обидно Даже разбирать не хочется Тут что-то не срослось Вот это надо двигать Вот сюда Чтобы в линию стояло Тут тоже куда-то улетело Социальные кнопки Это лучший способ Потереть человека Если это сайт Какого-то персонального тренера Например МЧС Николася То конечно у него Социальные сети там прокачаны Будь здоров И конечно сайт Это будет просто пшик По сравнению с его ютубом Где куча всяких Интересных роликов То конечно надо Ставить социальные сети А если это социальные сети Какого-то помещения То это лучший способ Потерять человека Он упадет Там у него Реклама конкурентов Там другие помещения Ему стучатся в личку И не факт Что он потом сюда вернется Поэтому если какая-то Известная персона С супер прокачанными Социальными сетями То конечно оставляем В ином случае Лучше прятать Где-нибудь подальше Как минимум Не в первом экране Потому что мы еще С сайтом особо не познакомились А тут социальная сеть Оп ушли и все Мы того незнакомца Просто забудем вообще Как его зовут Александр Карточки надо ставить По ширине По ширине контента А кнопки Это уже выносной элемент Тогда не будет Вот такого Какого-то непонятного забора У тебя тут вообще Везде этот забор был Кнопки же могут быть Вот здесь Вот две кнопки Эти кнопки могут быть Где-то вот здесь Эти кнопки могут быть По центру Или вот здесь Заголовок может здесь Но карточки всегда Должны стоять Не то что прям всегда Но когда они стоят По ширине контента Они выглядят просто Ровнее Можно вот это все сделать Например Четыре карточки Какие-нибудь поставить Вот так вот По ширине контента А кнопки, кто-то стоит вот так кнопкой, кто-то вот сюда, кто-то вот так вот стоит, кто-то вообще без кнопок, просто через погенацию. Поэтому ставим контент по ширине контента, а выносные элементы вроде стрелочек, конечно же, надо уже куда-нибудь выносить. На планшетах и девайсах вообще нет никаких стрелок, там же просто контент идет по ширине, мы просто поставили погенацию, мы понимаем, что это слайдер. Поэтому стрелки не должны сдвигать контент. И вообще тут какие-то маленькие фотографии, такие брутальные дяди-тети стоят, а фотографии какие-то маленькие. Во, сразу 2 литра химии выпил. О, как надулся сразу. Вот тут вот в социальной сети прям песня. Оставляем, да. А тут надо убирать. Вот это вот в социальной сети конкретного какого-то человека. Мы базару оставили, пошли посмотрели, что за он. А это лучший способ потерять человека. Курсор. Стрелка. Курсоров всего 2. Ну их побольше, конечно, но в плане ховеров, ты же ховер показываешь, всего 2 курсора. Стрелка и палец. Стрелка означает, что мы можем навести на элемент, но он не кликается. Палец мы наводим на элемент, он кликается. И правило супер простое. Всего 2 курсора, но всегда показываем палец. Всегда. Это правило для новичков. Если вы пока не можете запомнить 2 курсора, ну мало ли, ну прям проблема, то запомните, просто всегда показывайте палец. Вот этот курсор, стрелка, можно показывать где-нибудь, например, выбор языка. Вот здесь вот. Ру-н. Ру-у-г. Что это? Ру-у-г. Ру-ни-уг. Ру-ру, это ру. Вот здесь вот мы наводим, например, стрелкой. И у нас появляется какой-то выбор языка по наведению. Нам не надо кликать сюда, чтобы какая-то всплывашка появилась. Но карточки, кнопки, они же кликаются. Мы на кнопку нажимаем, и какая-то движуха происходит. Поэтому, конечно же, надо показывать палец. Просто запомните, всегда палец. А когда разберетесь, тогда уже разберетесь. В каком случае можно показывать. О, как здесь, смотри, эта кнопка нажимается, а та почему-то нет. Что-то странная какая-то история. Что-то супер неровно как-то здесь. Какой-то такой отступ. Надо же выравнивать по контенту. Вот у тебя контент, видишь, кнопочка как стоит. Тут что-то все сломалось. Тут какие-то такие отступы, тут такие. И карточки какие-то огромные. Огромные карточки. Можно было сделать покомпактнее. Тут не так много всякого разного контента. Можно было сделать чуть-чуть покомпактнее. Как там тебя сломать? Вот, например, 15, 14. О, стало чуть получше. А тут автолаяут. Автолаяут. Ну, типа вот так. Вот, стало покомпактнее. Вот это мы тогда все поднимаем. У нас карточка будет покомпактнее и получше. Тут закругленные углы, тут острые углы, как будто бы не смог договориться. Тут тоже закругленные, надо определяться, какие у тебя будут углы. Вон карточки, и там карточки, и тут, но верхние карточки закругленные, а эти уже нет. Приветствую, Александр. Ну, я не особо Александр, поэтому чужую благодарность читать как-то не хочется. Вот, такие дела. Дальше на проводе Виктория, с одной из первых работ, хочет улучшить и добавить в портфолио, и ждет от нас совета. Окей, сразу посмотрим, что размеры какие-то не такие, что-то ты не докрутила. Котя, 1600, 1600, а хочется-то сделать 1920, ведь будут смотреть на мониторах 1920, и что верстальчику делать с твоим хедером? Оставлять как есть или растягивать? А что сделать вот с этим блоком? Оставлять как есть, что он вот так вот выглядывает, или хотя бы выровнять его, или наоборот растянуть, а тогда с фотографией непонятно, надо ли ее растягивать, или оставлять как есть? Видишь, сколько вопросов, а все потому, что ты не докрутила. 1920 это минимум, это стандартный минимум Full HD монитора, поэтому делайте 1920. 1920. Вот тут, например, мне даже очень нравится, что здесь есть какие-то отступы, я частенько такие отступы отставляю. Но когда мы оставляем в каждом блоке, это вот уже начинает как-то непонятно смотреться. А можно было бы сделать вот так. Этот, например, от края до края, а здесь вот таким воздушным отступом. В общем, фотографию попробовать эту растянуть, эту растянуть, вот так вот сделать. Ну и хедер, соответственно, растянуть. И тогда будет интересно смотреться, что что-то у нас. И футер, наверное, да. Ну а раз мы футер растягиваем, то и вот эту фотографию тоже растянуть, это сюда, а это, соответственно, вот сюда. И тогда все срастется, будет хорошо так смотреться. Да, надо делать 1920, конечно же, конечно. И в целом, слушай, у тебя все так аккуратно, супер прям вылизано, вылизано. А Новый год, это же всякие рюшечки-безделушечки. Это же там носочек, там фуфаечка, там все висит, висит, висит. Там мандариновая шкурка, там еще что-то валяется. Это же праздник, не хочется убираться, не хочется, чтобы вот оно все такое вылизанное было. Да, не ама базар, и все клево так уже расставлено. И вот ступы вроде даже одинаковые. 144, 144, 150, ну в целом, да, везде вроде все одинаковое. Ну 144, 150, на самом деле, ни один человеческий взгляд разницу не заметит вот этих 6 пикселей. Но когда появляется еще, например, 161, можно было бы сделать уже и 150, как везде. Так вот, Новый год, это все-таки такой небольшой уютный бардак. А у тебя нет этого бардака, просто вырезали страницу настолько, что... Возможно, шрифт какой-то выбрать для заголовков, наоборот, с засечками. Все-таки это вот, видите, засечки, это Новый год, вон елка, она вся такая засечковая. Вот что-нибудь такое, вот уже будет чувствоваться какие-то вот эти вот колючки на елках, что-нибудь такое. Вот, смотри, как сразу становится интересно. И в целом, Новый год, он не настолько фиолетовый. Ты, конечно, связала с фотографией, но а вдруг у заказчика потом будет другая фотография, а она будет зеленой елкой, и твой как-то фиолетовой с зелеными елками уже как-то... Не факт, что будет хорошо смотреть. Чуть-чуть просто вот снизить градус этого фиолетового, и все будет хорошо. А где стили? Почему стили нет? Вот сюда выделяем виолет. Потом выделяем все фиолетовые блоки. И через печеньку выбираем фиолетовый. И теперь можем редактировать этот виолет. Идите, стояло. Заходим сюда. Вот, смотри, как клево пользоваться стилями. Взяли и сделали, может быть, чуть-чуть этот градус снизили. Фиолетовый слишком насыщенный. Прям как-то... А вот поспокойнее бы его сделать, и уже будет получив. Так, иконки классные, все в одном стиле. Но, смотри, вот эти три, они закругленные. А вот эта она... Она... Она растровая! Растровая! Наказано будешь. Выбирай угол и иди. Все иконки должны быть в векторе. Все, 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 вообще без исключения. Только вектор, иллюстрации векторные, звезды векторные. Все вот эти полоски, все должно быть в векторе. Конечно, в векторе. Никаких растровых иконок вообще. Ну, как вот уголок закруглить? Как вообще перекрасить иконку? Как вообще с ней работать? Она же будет вот такая вот колючая. Кнопки можно закруглить. У нас же вот все в сугробах. Они же закругленные. Снежки, они же не квадратные, не острые, не колются. Может и кнопки тогда бахнуть какими-нибудь закругленными? Вот такими вот. Вот уже больше к снегу подходит. Кто это? Мы не знаем. В отзыве должен быть подзаголовок. У любого текста должен быть подзаголовок. Очень понравилось. Наша семья в восторге. Вот подзаголовок. Мы читаем по подзаголовкам. Когда они контрастные. Твои заголовки потерялись? Они вообще не контрастные. Конечно же, надо их сделать побольше. Побольше, например, 20-е. И починить. Вот так. Во, починили. Или наоборот, вот это сделать. А, 16 уже мелковато. Да, тогда можно сделать их просто и еще чуть-чуть светлее. Снижать акцент не размером текста, а цветом. Вот теперь наши заголовки на переднем плане. Мы по заголовкам попрыгали. И звезды, конечно, где-то не на дне отзыва, а где-нибудь повыше. Чтобы точно было понятно. И какие-то звезды слишком большие. Конечно, в отзывах все и всегда будут пятерки. Всегда. Но в целом есть такой лайфхак. Взять и одну звезду просто убрать. Не пустышку какую-то делать. Потому что она слишком акцентирует внимание, что что-то не понравилось. А если мы вот так вот уберем, у нас вроде везде по 5 звезд. Мы же всматриваться не будем. У нас нет времени. Поэтому попрыгали по заголовкам, посмотрели, звезды все максимум и пошли дальше. И вроде мы никого не обманули. И вроде все по-честному. Такой вот лайфхак. Пользуйтесь. И звезды в целом, они какие-то тоже очень-очень колючие. Их бы сделать немного закругленными какими-нибудь. Вот такими вот. И они большие. И они большие. А в целом, конечно, пользуйся компонентом. У тебя был бы один компонент со звездой, мы бы там ее нарядили. И все бы отзывы стали сразу классными, нарядными, новогодними. Вот. Надо снижать акцент. Слишком здоровенные звезды. Они мешают читать текст. Они мешают искать подзаголовки. Мешают-мешают. Зачем тут посмотреть? Мы уже посмотрели. Мы уже все посмотрели. Зачем тут вот эта штука? Тем более ссылка еще и везет куда-то. Не надо нам. Не надо-не надо. Если бы сайт был, например, клининговая компания. Или вывоз мусора. То да, мы тогда делаем просто вылизываем каждые пиксели. Чтобы они были вот такими. Все блестело и было супер аккуратно. Но это же новогодний бардак. Потом будем убираться. Первого, четвертого уберем. Дайте отдохнуть. О, надо было показать. И, конечно, закругленные углы. Все-таки снежки. И, конечно, иконки. Все наказано. Прямо наказано. Все. Убегай, убегай. Дальше нам прислал телеграмму Антон. Никогда не занимался дизайном. Но нарисовал дизайн своими руками. Первые две итерации были в фотошопе. А потом поплевался и пошел изучать великие компоненты. Ну-ка, ну-ка. Вау. Класс. Круто. Для того, кто никогда не занимался дизайном, сразу так все закомпонентить. Это прям вообще молодец. Это сразу можно ставить памятник. Только голубей, конечно, разогнать. А то будет недоразумение. Так, фотошоп. Фотошоп. Ну да, по сравнению с фотошопом так все круто. Слушайте, вот. Смотрите. Открываем предыдущий. Какой он фиолетовый. Он слишком фиолетовый. Открываем вот этот. Смотрите, какие спокойные и классные цвета. Сочетается все интересно. Вот этот прям уютные цвета. А вот этот он какой-то такой. Немного ядрёно-фиолетовый. Вот сюда бы те цвета. Вот такие вот и закругляши вот эти. И прям вообще будет круто. Да, попробовать совместить вот это вот с той стилистикой. Круто. Так, давайте смотреть. А что, собственно, посмотреть-то? Страниц много. А мы рассмотрим главную и 404. А её нет. Вот такой надо фиксить, чтобы всё было аккуратно. Так, смотрим. По размерам. По размерам всё окей. Логотип, конечно... Если у заказчика будет такой логотип, я ему предложу просто букву «С» оставить. Серьёзно. Будет намного-намного круче и круче. Просто текстом написать. Сауна СТ. Надо предлагать. Хедер какой-то слишком зажатый. Слишком зажатый. Так, пойдёмте в мои скриншоты. Откроем хедер и посмотрим, что там с размером по высоте. Смотрите, какие они воздушные. Классные. Вот давайте вот этот заберём, просто рядом поставим. Или вот этот заберём. Давайте два вот этих заберём. Они все воздушные. Все-все-все воздушные. А тут он какой-то слишком зажатый. Вот смотри, какой классный хедер. Есть воздух. А у тебя вот тут воздуха нет. Тут всё орёт. Тоже как-то зажато. Всё воздушненькое. А у тебя зажато. То можно даже сделать в тринадцатом. Всё-таки это подсказка. Вот, кстати, совпал размер. Или вот, например. Вот, смотрите, какой поиск. Видите, воздух, воздух. Все уже научились скроллить. Нет ни одного человека, который, открыв сайт, не найдя в нем чего-то, что он хотел бы найти, сразу закроет. Таких людей нет. Как минимум один, два, три, несколько раз все проскролят. А многие даже куда-нибудь клацнут и подождут еще одну новую страницу, пока она откроется. Поэтому не надо вот так вот мельчишить. Тем более, вон, смотри, какие воздушные все отступы. Конечно, надо сделать хедер понаряднее, посмелее. Что-то стрелки разные делали. Два блока делали разные дизайнеры. Здесь вот так вот, здесь вот так вот. Вот тогда и вот эту стрелку надо внутрь ставить, и саму стрелку надо менять. И надо отодвинуть, чтобы сбалансировать, чтобы оно смотрело. Два разных дизайнера делают соседние блоки. Заголовок все-таки должен быть у товара. Не обязательно так под заголовком орать и переораровывать его. Можно сделать выгоду, например, каким-нибудь круглым кругляшом. Вот так вот написать выгоду 10 тысяч рублей. И сделать каким-нибудь контрастным цветом. И будет выдано. Зато заголовок останется товарным. Мы же ищем в поиске, когда мы вводим, чтобы найти какой-то товар, мы пишем название этого товара или его категорию. Мы же не пишем найти выгоду 10 тысяч рублей. Тут тебя на камин иди купи. О, класс, пойду, выгоду найду. Нет. Мы ищем конкретно то, что нас интересует. То, на что мы хотим потратить деньги. А не то, где бы мы хотели спустить денег, но немного сэкономить. Конечно же, нет. Вот, что-нибудь такое. Вон же у тебя кругляш есть. Сделать его вот сюда, только покрупнее. Только покрупнее. И красный с голубеньким. Ну, спорненько, спорненько. И очень много всяких оттенков. Красный, оранжевый, голубой, коричневый. Тут где-то бежевый, еще какой-то фиолетовый. И очень много всяких разных оттенков. Оставить 2, ну, 3 оттенка. Вот эти вот цвета, вот эти, они офигенно смотрятся рядышком. Вот этот, вот этот и какой-нибудь нарядный фиолетовый. Но только не такой бледный. Или даже можно бледный оставить, но тогда завести какой-нибудь яркий. Вот такой вот для акцентов. Округляш таким вот. И вот это вот все вместе будет смотреться. Или сюда может даже белым. Да, белым. И тут текст написать будет хорошо видно. Вот цветовая гамма твоя, пожалуйста. Ну и чуть-чуть около черной какой-нибудь, около серой. И все будет хорошо. Когда вот так вот не помещается, это плохо, ребята. Ну значит надо либо не выводить, либо делать на вторую строку. Но когда не помещается внутри карточки, мы же не будем скроллить внутри карточки. У нас получается скролл внутри скролла. А тут еще и выпадашка какая-то. О, что-то сложно. Вот эта штука, она сложная. Да. Так, что там по иконкам? Иконки-то не такие. Тут у тебя вон какое сравнение. А тут вон какое сравнение. Ощущение, что посмотрели новый выпуск The Люди Якудза. Про острый меч и мизинец. Надо же делать иконки в одном стиле. Если вот эти вот у тебя просто контурные. Просто. Ну это тоже вроде контурные. Но контурные нужно делать тогда вот такие вот. И просто сделать какую-то поменьше, какую-то вот так вот. И отодвинуть. Вот так вот, так вот. И вот теперь вот эта вот иконка будет сочетаться со всеми остальными двумя. Она теперь сочетается. Возможно даже ее сделать чуть-чуть крупнее. И вот эту иконку вставлять уже куда-то вот сюда. Вон туда То есть мизинец Нет мизинец Слушайте А ну-ка давайте Давайте-ка проверим Давайте-ка проверим А что у нас тут сердечками Снова два дизайнера Как так? Почему над одним макетом работает так много дизайнеров? Невероятно Футер тоже какой-то очень зажатый Очень маленький отступ Посмотрите, какие классные отступы Значит мы вот здесь вот внутри делаем такие же отступы Вот это вот мы все отодвигаем Вот это еще и мастер вообще класс Вот это мы отодвигаем Вот это мы там тоже где-то отодвигаем Заблокировал прямоугольник Зачем надо было Что происходит? Какой-то сайдинг сделал Зачем? Вот эти текстуры это вообще фу-фу-фу Ребята, 21 год Какие текстуры? Текстуры это вот у нас там где-то в инстаграме есть Пускай у нас с текстурами играется Все Никаких текстур Ребята, вообще Просто вот это вот взять и включить фон Во Включили фон Не белый, а какой-то темный И все у нас классный хороший футер Который мы можем растягивать Растягивать контейнер гораздо удобнее Чем тянуть фон А потом еще втянуть контейнер Зачем? Пододвигаем вот сюда И вон смотри как сразу стало хорошо А когда у тебя все скомкано так? Не хватает места Не хватает Не хватает предлоги бы попереносить Чтобы уже совсем все стало по фэншуи Будет хорошо Да Уменьшить количество цветов Разобраться с иконками Научиться повторять элементы Мы же когда сделали что-то И потом идем делать новый блок Вот сюда встали И повторили Иконку сердца взяли Повторили И руку взяли И повторили Надо научиться повторять Так цвета конечно приятны Так вот этот что-то отличается Почему вот этот цвет Он не такой как там Что случилось? И вот этот цвет какой-то грязный И тень у текста это не надо Лучше сделать контрастный фон к тексту Контрастный фон Смотри Видишь контрастный текст на фоне Они контрастные И все хорошо видно Никогда не добавляйте Ребята Если вы добавляете тень Чтобы поднять читабельность Вы уже где-то накосячили Никакой тени Ни тени Ни контур Ничего этого добавлять нельзя Это прям признак дилетанства Надо убрать И сделать насыщенный фон Тень убираем Делаем просто черным Вот смотри Сразу как видно Хочешь белый Тогда фон Сделай насыщенный И фон Надо не такой грязный делать У тебя же вон Какой чистый аккуратный фон Надо взять и повторить Вот тот фон Сюда перетащить Научиться надо повторять Так что учись повторять Дальше письмо от Дмитрия Ну как письмо Письмецо Писюлька Твит Такой небольшой твит От Дмитрия Красный что-то совсем потерялся Сюда даже если черным сделаем Будет намного лучше видно Чем красный Черный тоже Черный на темном Такое себе Но красный Прям рябит в глазах Так что вайлд То его просто не видно Социальные сети Надо убирать Если это не какой-то Известный персон То тогда убираем Это просто какие-то туры Убираем Потому что там конкуренты Не дремлят Убираем Где-нибудь там попозже Вот Социальные сети Прям классное место И оформлено Интересно Вот красный на белом Круто видно А красный на каком-то Темном Мутно-синем Совсем не видно Тут вот хороший блок Только какие-то полосочек Много Лучше вот так вот Наверное Зачем так много полосочек Вот Все Оставили одну полоску И хорошо А что это Мы сделали фотографию хуже Мы навели курсором И сделали фотографию хуже Чем она была Зачем Лучше зум какой-нибудь Мы наводим на фотографию И она там зумится Например Увеличивается Или одна фотография Меняется на другую Но портить фотографию Каким-то мутным затемнением Это Плохая анимация Плохая Зачем Ребятки Не используйте Паттерны Паттерны в 21 году Состаривают Сразу весь сайт Просто На 5 лет Как минимум Взяли и состарили Да Кстати Можно было бы Взять вот это вот Дело и вырезать И сделать Интересный параллакс Мы когда скроллим Вот этот человек С вот этой деталькой Вот этот вот Человек С вот этой деталькой Это первый Ближний слой И он тогда двигается Быстрее А задний план Например Вот этот вот С горой С какой-то там Вот с этой С темной горой Это будет Следующий слой Это будет следующий слой Давайте его сделаем Каким-нибудь Вот таким И отправим Вот сюда Оба Вот Ну и собственно Останется сама фотография Так вот Когда мы скроллим вниз У нас вот этот слой Уходит вперед Быстрее Вот этот его пытается догнать А тот или стоит на месте Или движется с маленькой скоростью И тогда будет офигенный Такой объемный Паралакс Будет офигенно И на самом деле Сделать его достаточно просто Тут вот так вот вырезать 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 Даже если мы там вырежем Как-то неаккуратно Эта картинка Она все равно Останется на вот той картинке Просто она чуть-чуть Поднимется быстрее И это то же самое Мы взяли И вот так вот вырезали И все равно Вот эта фотография Она останется На той дальней фотографии Поэтому если где-то Что-то там будет неровно Даже заметно не будет Можно даже вырезать Не обязательно Такой вот какой-то Разблюренный фон Можно даже вот так Вот с запасом вырезать Все равно Вот этот фон Он останется на том Будет офигенная Классная анимация Гораздо круче Чем просто взять И испортить фотографию И тут паттерн Ребята Паттерн И все это 14-15-16-й Да Пусть они там и останутся И фотография какая-то Мутная У тебя и так И так тут какая-то Превьюшка для нового Триллера Топи 2 И тут какая-то муть Вот потом пошли Классные сочные фотографии Смотри какие яркие Хочется же ярких впечатлений От всех этих походов А не просто 2 килограмма Мозолей привести Поэтому сюда Какую-нибудь Сочную фотографию Вставить Конечно будут Разные фотографии Но если это Использовать для портфолио То вставлять сочную фотографию Кнопки Слишком сильно На себя отвлекают Внимание Тут у тебя же Карточка вся Кликается Не обязательно целится Вот в эту кнопку Чтобы перейти И почитать Какие-то там Пешие туризмы Мы вот сюда нажимаем И уже переходим Мы наводим на карточку Курсор И уже куда-то там уходим Поэтому вот эта штуковина Я бы убрал Мастер Не мастер А мастер Мастер Класс Значит вот это Я бы просто взял И отключил Почему не везде Почему И подвинуть Тогда вот эту штуку Подвинуть Вот сюда И будет Будет аккуратнее Можно даже сделать Текст чуть-чуть меньше А фотографию сделать Например Какой-нибудь квадратный А текст вот здесь Разместить Пусть фотография Будет может С инстаграма Будут подтягиваться Но фотографии Они же все такие Панорамные Сочные Смотри Офигенные Сочные фотографии А ты их делаешь поменьше Зато кнопку побольше А в кнопке толку Никакого нет У тебя вся карточка Кликается Сделай поменьше А контент Сочный Побольше И паттерн Фу-фу-фу Ребят Убирайте паттерны И так все состаривает Вот это Интересное решение Только муч Убрать И будет хорошо Тут у тебя какие-то тени есть А тут все плоское Как будто бы тоже Два разных дизайнера делали Либо мы тогда Я бы наверное везде Убрал бы вот эти тени Чтобы оно сочеталось Вот этот блок С этим будет сочетаться Если теней нет Тогда будет сочетаться А вот по наведению Появляется тень Тогда будет классно Такие дела Если было полезно То поддержите Вам не жалко А мне приятно И гопчаться в комментариях Я же каждому из вас отвечу Скоро увидимся Услышимся Пока Орать Пере-пере-оровывать Не обязательно так Пере-оровать Пере-оро- Пере-оро-ровывать На любой кнопке Должен быть призыв к действию То есть Глагол Легко же запомнить Глагол Скачать Купить Отправить Гнать Дышать Держать Обидеть Слышать Видеть Ненавидеть И зависеть И терпеть И на палочке вертеть Глагол же Ну Иллюстрациями тебе по лбу Это же растровые иконки А вектор где? Вот эти три иконки Закругленные Классные А вот это немного отличая Новый год тебе в горы Это же растр Ветер